Сегодня у нас в гостях наш долгожданный гость, как я вам и говорила, Раушан Асановна, врач-нарколог. Здравствуйте. Раушан, спасибо большое, что сегодня этим ранним утром вы с нами. Я понимаю, что у вас такой очень плотный график, но тем не менее вы нашли для нас время. Спасибо большое. Сегодня мы поговорим о борьбе с курением. Скажите, как сейчас на данный момент проходит вот эта борьба с сигаретами? Изначально мне хотелось бы сказать, что у нас в Республике Казахстане есть кодекс о здоровье населения и системе здравоохранения. В этом кодексе 25-я часть, 159-й подпункт, о борьбе с табакокурением, то есть профилактика табакокурения и алкоголизма и борьба с табакокурением. Здесь говорится, что несовершеннолетние, то есть дети до 18 лет запрещаются употребление табака. Табака, а также нельзя им покупать, и продавец не имеет права продавать несовершеннолетние табачные изделия. До 18 лет. Но после 18 лет это уже как бы мы, это выбор каждого человека. Если человек хочет быть здоровым, счастливым и богатым, я думаю, что он не будет курить. А второе, это если человек выбирает другой путь, у него, конечно, будет заболевание, это зависимость табачная. Проблемы со здоровьем, да? Да, проблемы со здоровьем. И дальнейшее осложнение, будем так говорить. Да, дальнейшее осложнение. Табакокурение – это, конечно, заболевание. Это заболевание? Это заболевание. Табак относится… А раньше ты думали, что это просто вредная привычка? Нет, табакокурение – это заболевание, потому что табак, то есть там есть вещество никотин, которое вызывает зависимость у человека. Кроме этого, в табаке имеются более 2,5 различных веществ, из них более 200 – это канцерогенные вещества, то есть вредные для организма. А в табачном дыме имеется более около 5000 различных химических веществ, и более 500 являются канцерогенными. И сам никотин вызывает зависимость у человека, то есть табачные изделия относятся к психоактивным веществам. Психоактивные вещества, как и табак, так и другие вещества, они влияют именно на психику и поведение людей, вызывая различные заболевания. Нет диагноза, что человек умер от табака, от курения табака, но есть осложнения при курении табака. И последствия, да? И осложнения, и последствия, при которым человек приводит к смертельным состояниям. Это прям кошмарно слышать на самом деле, да? Хотя, казалось бы, это простой табачный дым, да? Дым сигарет. Ну вот сейчас вы же знаете, что у нас 21 век, и у нас очень много появилось заменителей сигарет. Расскажите об этом. Насколько они безвредны? Или, может быть, на самом деле они, наоборот, вредны? Ну, сейчас заменители, конечно, имеются, заменители табака. Это где-то в 2000 году они появились в Европе и в Штатах, возможно. В постсоветском пространстве они появились уже в 2013 году. В постсоветских странах. Это электронные кальяны, затем это электронные сигареты. Вейпы, да? Вейпы имеются, да, вейпы имеются. Очень они популярны. Это они популярны. Вот давайте про вейпы, да, вот рассмотрим. Вот скажите, они вредны? Вейпы, они так же вредны, как и сигареты. Потому что вейп, это само по себе, это устройство, ну, емкость, которая применяется для курения табака. А если в этом составе имеется табак, кроме табака, там имеются различные химические соединения. То есть там есть и пропилен, гликоль, есть там также имеется глицерин, ароматизаторы. И вот эти все вещества, как бы они сами по себе, они как бы вредного воздействия на организм человека оказывают невысокой степени. Но когда происходит возгорание, то есть эти химические соединения, то выделяются очень опасные для организма человека канцерогенные вещества. Выделяются альдегиды, там может выделяться даже тот же самый формальдегид, бензопирен, который вызывает раковые заболевания у человека. Раушена Александровна, даже были случаи, я читала, в Европе. По-моему, 5 человек даже умерли от того, что вот они курили именно в вейп-вете. Смертельные случаи могут быть, потому что когда человек при курении табака, а также при курении в вейп-вах, смертельные случаи возникают из-за заболевания сердечно-сосудистой системы. А вейпы только усугубляют, получается. Смертельные системы, да, они усугубляют, то есть это поражаются все сосуды. И смертельное состояние, возможно, бывает из-за того, что там бывают различные, ну, высокая доза никотина, возможно, того же самого, или вот этих химических веществ. Потому что жидкость, из которого делают вот эти состав, он, возможно, будет недоброкачественной. То есть это безответственное какое-то отношение. А рядом, если находится, допустим, человеку, и когда он вдыхает этот, даже хочу сказать, такой сладкий аромат дыма, он несет какой-то вред рядом сидящему человеку? Да. Или нет? Вообще опасно как курение табака, а также вдыхание дыма. То есть этот пар, вдыхание пара, который исходит при употреблении этого вейпа. Так же, как и при курении сигарет, когда дым влияет на организм вдвое, как бы опаснее. Да, все-таки, все-таки... Страдают и пассивные курючи, которые вдыхают. Степень опасности присутствует, да. Присутствует, да. Окей, будем знать. Будем знать. А вот сейчас очень популярно, даже, может быть, даже не то, чтобы... Очень модно сидеть и курить кальян. Вечером обычно. Ну, я замечаю, вот, допустим, у моих знакомых, эта привычка модная, она остается, и люди уже подсаживаются на курение кальяна. Да. Кальян, он безопасен или так же несет вред здоровью? Кальян – это вообще сам по себе гламурный аппарат, можно сказать. Да, согласна. В составе которого имеются различные ароматизаторы, и там, возможно, будут и те курительные смеси, которые опасны для здоровья. Вообще, в 2013 году, 6 марта, было запрещено употребление кальяна в общественных местах. Так. Это постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. В общественных местах употребление кальяна запрещается. Также до 18 лет употребление кальяна запрещается. Но кальян можно употреблять в местах, где, ну, комнаты для курения кальяна, а также для курения табака. Кальян в кальяне, в самом кальяне, например, это, так как это аппарат, там имеются специальные, ну, штуки там имеются. И в самом аппарате могут быть различные бактерии. Например, у одного человека около миллиона различных могут быть различных вирусов, бактерий в ротовой полости, ну, патогенные и необходимые вещества. Все-таки можно заразиться, да? Можно заразиться в этом случае различными заболеваниями. Каким заболеваниям? Скажите. Кингивиты, гепатит, который передается бытовым путем, например, желтуха. Вот это вот очень важно. Очень важно прям... Затем туберкулезные палочки тоже могут быть передаваться, да. Также могут быть различные синие гнойная палочка, стафилококковые палочки, золотистые стафилококки. Потому что мы знаем, кто-то ангиной болеет, кто-то у кого-то еще какие-то другие заболевания. И все эти бактерии могут передаваться через этот аппарат кальяна. Через этот муштук, да? Да, через этот муштук. Уважаемые наши телезрители, прошу вас, будьте аккуратны, будьте осторожны. Сама не знала, вот сейчас для себя просто сделала открытие. Оказывается, это все опасно. Опасен не только дым, но еще и бактерии, которые... Хотя там всегда дают одноразовую насадку. Одноразовая насадка, как бы, она не защищает, я могу сказать. Насадка, она там 15-20 сантиметров. А при вдыхании человек выдыхает и вдыхает около... Ну, на весь этот... Получается, микробы оседают на муштуке, да? Микробы могут оседать и внутри самого аппарата кальяна. Но кроме этого, в кальяне имеются различные... В составе кальяной жидкости, кроме этих ароматизаторов, возможно, могут быть и другие вещества, которые являют... Ну, психоактивные вещества, возможно, могут быть. Потому что там, может быть, те же самые курительные смеси, могут быть спайсы, могут быть. Могут добавляться, да? Это при курении кальяна, тоже при возгорании, там образуются химические и токсические вещества. Это бензопирин там образуется. Затем может также образоваться другие канцерегенные вещества, которые могут привести именно к раковым заболеваниям, а также к мутации ДНК. То есть меняется генетический код человека. И в будущем у этих родителей, которые курят кальян, в поколении могут рождаться дети с врожденными родствами. Ну, это уже исследовано. И в Британии тоже проводили научные исследования. Одна порция выкуренного кальяна – это равно 100 штук, как бы, сигареты выкурил человека. Потому что такая доза, да? Да, это очень большая доза. Это очень большая доза. Раушана Сановна, ну вот все-таки я понимаю, что это привычка, от которой нам никуда не деться. Люди некоторые, у кого есть сила воли, они пытаются бросить. И не раз я знаю многих своих знакомых, чем все-таки можно заменить сигареты. Может быть, это какие-то лекарственные, может быть, средства. Что, что, чем можно все-таки, как вот побороть эту привычку. Каждый человек имеет право на помощь, на медицинскую квалифицированную помощь. В Центре психического здоровья работает кабинет антитабачной пропаганды. Ведет врач, табаколог, тоже психиатр-нарколог. А также в Центре формирования здорового образа жизни тоже имеется кабинет антитабачной пропаганды. И когда при этом необходимо человеку, который хочет, у кого есть желание бросить курить, в первую очередь это психотерапия и фармакотерапия. То есть психотерапевтические сеансы проводит врач, нарколог, табаколог. И в фармакотерапии есть лекарственные препараты, которые именно заменяют вот это, как бы, зависимое. Можно снять тягу к табаку. Также имеются специальные жевательные резинки, имеются жевательные наклейки, также имеются еще, которые помогают побороть зависимость от табака. А после, допустим, когда все это применяешь, вот, ну, как вы сказали, наклейки, жевательные резинки, когда проходишь реабилитационный этот курс, да, можно так его, наверное, назвать, потом может появиться зависимость все-таки к сигаретам? Ну, я так думаю, если человек прошел курс реабилитации, у него восстанавливается полностью весь организм через определенное время, ну, в зависимости от стажа табакокурения. У кого-то через три месяца, у кого-то через полгода может восстановиться. В этом случае, когда восстанавливается в организме полностью весь, как бы, гармония души и тела, то человек, я думаю, что не будет в будущем употреблять, потому что у него будет, как состояние, у него не будет зависимости и у него не будет тяги. В основном у нас взрослые как употребляют, как бы они хотят успокоить себя, хотя она не успокаивает. Чашечку кофе, сигаретка, с утра, на голодный желудок. Ужас, просто ужас, просто представить страшно. И еще, Равшанна Асановна, хочу обратиться к самой прекрасной половине нашего города, что цвет лица, зубы – это все то, на чем отпечатывается сигаретный дым. Согласитесь, да? Да, конечно, я с вами согласна. Потому что сигаретный дым полностью влияет на цвет зубов, на цвет кожи. Глаз. Полностью глаз. И вообще, человек, который курит, он быстро стареет. Вот даже так. Быстрая стареет. Надо же, никотин забирает все – здоровье, наверное, энергию, красоту, бодрость. Просто какой-то змей. Так же? Равшанна Асановна, спасибо большое, что сегодня вы были вместе с нами. К сожалению, наше время ограничено. Мы дарим вам нашу газету. Спасибо. Читайте, будьте в курсе вместе с нами самых последних новостей и событий. Спасибо большое, что были сегодня. Сегодня с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! «Симон»!